Здравствуйте, уважаемые подписчицы! С вами на связи Артем Уточкин и в этом видео я хочу, во-первых, поздравить вас с 8 марта, пожелать вам всего самого наилучшего, здоровья, счастья, красоты, терпения и поздравить вас вот таким вот видео, которое, надеюсь, будет полезным для вашей игры. В этом видео я хочу порассуждать на тему, что не любят женщины в игре. То есть я дам вам таких 5 советов, которые вы сможете использовать против своих ближайших соперниц. Не секрет, что женский настольный теннис отличается от мужского настольного тенниса и как раз об этих отличиях я говорил год назад, 8 марта, в специальном видео. Если вы это видео не видели, вы можете в описании его ссылочку на него найти и это видео тоже посмотреть. А в этом видео я буду конкретно говорить о конкретных вещах, которые вы можете использовать в своей игре. Женский настольный теннис мне достаточно хорошо знаком, потому что примерно 70% моих подопечных это девочки. То есть с девочками я работаю в какой-то степени, ну так получается, больше, поэтому о женском настольном теннисе мне есть что сказать. Итак, переходим к делу. Первое, что очень не любят все девушки, это боковые вращения при подаче. Особенно боковые нижние вращения, боковые верхние вращения. В чем здесь суть? Почему у девушек хуже получается, чем у мужчин принимать боковые вращения? Все дело в том, что когда у нас идет боковое вращение при подаче, нам нужно очень быстро отреагировать на это и поставить правильный наклон. И вот постановка правильного наклона очень часто вызывает затруднение. То есть девушки, как правило, медленнее принимают решения и не так уверены в своем решении, как мужчины. Поэтому возникает большее количество ошибок, больше моментов, когда прием подачи получается излишне высоким. И вы это можете использовать в своей игре против своих ближайших соперниц. То есть используйте боковые вращения при подаче. Особенно хорошо работают подачи, направленные с боковым верхним вращением вправо. Почему? Потому что вообще правой стороной намного труднее ставить наклон правильнее, чем левой стороной. И, соответственно, это как бы еще добавляет дополнительные сложности. Поверьте, я знаю, о чем говорю. То есть мои подопечные, используя много боковых подач с боковым верхним, с боковым нижним вращением, берут на этом много очков. Используйте это в своей игре и увидите, что это будет приносить вам преимущество. Это совет номер один. Совет номер два. Используйте сильное вращение при топ спине. Здесь включается второй момент, то есть второе отличие такого женского настроенного тенниса от мужского. Мужчины в какой-то степени лучше чувствуют мяч. И вот, когда, например, на мужчину идет топ спин навесной вот такой вот с сильным вращением, он в какой-то степени более, так сказать, филигранно этот мяч обрабатывает. Вы не подумайте, что я здесь пою какую-то оду мужчинам, просто я говорю по факту, так как оно действительно есть. Каждой девушке труднее обработать мяч, который приходит на нее с сильным верхним вращением. И вот при обработке этого мяча возникает большое количество ошибок. То есть девушкам гораздо проще принять такой достаточно сильный, быстрый топ спин, под который достаточно так просто подставить ракетку, мяч сам летит. Когда с мячом нужно сделать что-то свое, то есть поставить какой-то наклон, как-то его обработать, вот это всегда доставляет девушкам сложность. Вот, и вы можете использовать это в своей игре, доставлять вашим соперницам больше сложностей. И как раз то, что я сказал, когда идет мяч в какой-то степени более медленный, это третий совет. Он называется игра не в ритм своей соперницы. Вот девушки, как правило, играют в такой более скоростной настольный теннис, чем мужчины несколько стоят ближе к столу, несколько раньше встречают мяч. И я замечал, и замечаю это постоянно, буквально в каждом матче, что когда девушке приходит мяч как бы не в ритм, когда приходит мяч медленнее того ритма, который она ожидает, очень происходит большое количество простых ошибок. Здесь это связано с тем, что девушки немного больше торопятся, чем мужчины, и мужчинам легче делать паузу. То есть мужчины делают в игре больше таких пауз, чтобы выполнить более мощный топ-спин. Девушки быстрее в какой-то степени идут на мяч, и если мяч приходит более медленный, вот эта вот спешка, она приводит к простым ошибкам. Кстати говоря, азиатские спортсменки, они тренируют очень много именно вот то, как, не то как сыграть не в ритм, а то, как сыграть, когда вот приходит на них такой мяч. То есть тренеры азиатских спортсменок уделяют очень много внимания этому моменту. Они специально играют в процессе тренировки, такие вот мячи, которые приходят более медленно, менее ожидаемые мячи, и вот азиатские спортсменки, они очень хорошо играют такие мячи, потому что у них очень большая практика. Европейских же девушек такой практики меньше, они допускают больше ошибок на таких мячах, вот, и вы также можете вот это использовать в игре против своих соперниц, это будет очень хорошо работать. Это третий совет. Четвертый совет, это игра косо вправо. Вообще всем теннисистам и мужчинам и женщинам трудно, приходится, когда мяч направлен косо в правый угол, потому что вправо двигаться достаточно сложно, и всегда эти мячи всем доставляют без исключения неудобства. Вот, но мы возьмем, как бы учтем то, что девушки двигаются в какой-то степени медленнее, часто у девушек немного медленнее реакция, что, как бы, вы можете использовать себе на руку, играя чаще косо вправо, девушки, ваши соперницы не будут успевать на эти мячи, потому что, повторюсь, туда очень трудно передвигаться, и не всегда есть возможность успеть среагировать. Это проходит и в том числе на высоком уровне, в том числе азиатские спортсменки, они в матчах между собой против своих конкуренток, они часто используют игру косо вправо, используйте это в своей игре, и это даст вам еще немного преимущества. То есть, если вы все вот эти советы, которые я вам даю, будете использовать в совокупности, они дадут вам хорошее преимущество в игре против ваших соперниц. И пятый совет – это высокие мячи. Не секрет, что девушки не очень хорошо играют по мячам, которые приходят высокие, например, мячи, которые вроде бы кажутся стопроцентными, девушки совершают достаточно много ошибок. То есть, здесь в этих ситуациях менее уверенно. И здесь я не хочу дать вам совет, что нужно играть специально высокие мячи. Здесь я хочу дать вам такой совет. Когда вы оказываетесь в сложной ситуации, особенно если вы оказываетесь на расстоянии полтора-два метра от стола, что для девушки уже достаточно много, в этот момент не пытайтесь рисковать и производить какую-то атаку. Здесь лучше всего сыграть более надежно высоким мячом на сторону соперницы. С одной стороны, вы избежите простой ошибки. С другой стороны, если вы так будете действовать постоянно в таких вот сложных ситуациях, вы обратите внимание, что ваши соперницы в процентах в 30 случаях допускают ошибку. Часто это бывает, проценты выше 30 девушки допускают ошибку при высоких мячах. Потому что девушки чуть менее уверенно принимают решения, чуть больше паникуют при таких мячах и допускают много ошибок. Например, я езжу с девочками на соревнования 9, 10, 11, 12 лет. И, например, любой практически высокий мяч в этом возрасте заканчивается ошибкой. То есть, например, или если на моих девочек идет высокий мяч, или если они дают высокий мяч соперницам, то где-то в процентах в 80 случаев происходит ошибка. И здесь даже не спасают тренировки, не спасают большой объем высоких мячей, которые я даю своим спортсменкам на тренировках. Все равно здесь включаются вот эти панические нотки и от неуверенности происходят ошибки. И вы можете это использовать в своей игре, опять же, повторюсь, в тех ситуациях, когда вам действовать неудобно, когда вы оказываетесь в зоне, вы можете сыграть мяч специально повыше и увидите, что ваши соперницы, они будут достаточно часто ошибаться. Вот такие вот советы я хотел дать вам в сегодняшнем видео. Используйте их в совокупности. И ваша игра, а конкретно против соперниц девушек, станет более интересной. То есть вы увидите, что эти советы приносят преимущество, вы будете набирать больше очков. Использование этих советов в совокупности даст вам хорошее преимущество. У меня на этом все. С вами все это время был Артем Уточкин. В конце данного видео я хочу еще раз поздравить вас с 8 марта. Будьте счастливы и всего вам самого наилучшего. Субтитры создавал DimaTorzok